У Анны Алексеевич сегодня ответственный день. Девушка принимает присягу к Гродненской региональной таможне. Клянуть, не щадя своих сил, а если потребуется, то и жизни, охранять права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягателей. Позади три месяца испытательного срока и полгода службы на таможенном посту Брузги. Как говорит сама Анна, служба в таможенных органах привлекла ее с детства. Таможенное дело меня привлекало. Наверное, вообще работа в государственной структуре меня привлекала, потому что у меня родитель, папа работал. И вот ее пример вдохновил на это. И выбрала таможенную службу. Поддержать молодого инспектора в этот значимый для нее день из далекого агрогородка Цирин Карелического района приехала семья. Ну я, конечно, очень рада со своей дочерью. Счастлива, что она работает в этой структуре. Я хочу пожелать ей успеха в работе. Она всегда с любовью отзывается о своих коллегах и с большим уважением. Поэтому я хочу пожелать ей легких смен, карьерного роста. А вот Виталий Корваский решил посвятить жизнь службе в таможенных органах сразу же после окончания Купаловского вуза. Юридическое образование и хорошее знание по экономике предопределили его судьбу. Виталий работает инспектором отдела таможенных расследований. Свой день принятия присяги он запомнит на всю жизнь. Я хочу сказать, что это невообразимые чувства. Сегодняшний день остается в моих воспоминаниях и в моих коллегах, я в этом просто уверен. Сегодня после принятия присяги в торжественной обстановке мы ощущаем полностью тот груз ответственности, который лег на наши плечи. Это груз ответственности по отношению к своим обязанностям, должностным, по отношению к защите государства и из интересов граждан. В эту пятницу у здания Гродненской региональной таможни присягу принесли 25 молодых сотрудников таможенного комитета. У каждого из них своя неповторимая судьба и специализация. Однако их всех объединяет общая цель – служение на благо своей страны. Каждый раз и сам волновался. Поэтому сегодня молодые люди, наверное, впервые полностью осознали, что они стали не только таможенниками, но и сотрудниками правоохранительного органа. И родители увидели, что их дети, наверное, подросли. Нам нужны специалисты, которые обладают уже опытом в разных сферах, в разных знаниях имеют. Поэтому мы это все применяем на практике. Совсем скоро эти молодые юноши и девушки вновь отправятся на службу, продолжая стоять на страже интересов нашей страны, оберегая ее законодательную и финансовую стабильность. Дмитрий Акубовский, Сергей Печерица. Новости Гродно+.